840-й день войны и свежая сводка с Русланом Левиевым. Темпы наступления российской армии снижаются, окно возможностей, которые у нее есть, стремительно закрывается. Об этом сообщают в том числе и западные военные аналитики. Совсем скоро расклад сил на этой войне может измениться, учитывая наращивание и производства, и возможностей, и количество личного состава страны Украины, и наоборот, нехватки соответствующих параметров у российской страны. Пока преимущество остается за Россией, но совсем скоро это может измениться, говорит Руслан Левиев. Также обсуждаем вербовку женщин из российских колоний. Нью-Йорк Таймс вышел с большой статьей о том, что она все-таки идет, и что уже первая партия женщин-заключенных отправлена на фронт. Помимо этого обсуждаем и прилеты по Крыму, где были уничтожены российские системы ПВО, также прилеты по Белгородской области, где был уничтожен штаб, и многое другое. Все это в сегодняшней сводке. Не забывайте поддерживать ее вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти вещи помогают продвигать ролик. Ну, а также поддерживайте канал финансово на Патреоне. Ссылка на него будет в описании. Ну, а вот наш разговор с Русланом Левиевым. Интересный момент. Мы обратили внимание на сводки Минобороны России. Они отчитываются, как всегда, о своих успехах. И, в частности, нас привлекли внимание парочка моментов из их очередной сводки. В частности, они заявили, что захвачены населенные пункты Артемовка в Луганской области и Тимковка в Харьковской области. А здесь есть... Нюансы заключаются в том, что Артемовка фактически это буквально там пара домов. То есть, по сути, из себя населенным пунктом ничего не представляет. Он там буквально до начала полномочного отражения там, по-моему, десятки человек проживало. То есть, это напоминает мне ситуацию, например, с населенным пунктом Сака и Венцетти, которая была к северо-западу от Бахмута, когда тоже там буквально была пара домов. Их захватили вагнеровцы. И Капригожин, как всегда, из-за этого устроил такую большую пиар-победу. Хотя, по сути, пустое место захватили. Ну и что еще более интересно по поводу Тимковки в Харьковской области. Дело в том, что этого населенного пункта вообще не существует. Он был упразднен аж в 87-м году. То есть, там, когда мне было только всего годик. И если даже прямо сейчас посмотрите на спутниковые снимки, на то место, где он когда-то, там, в 80-е годы находился, там сейчас просто чистое поле. Там нету вообще ничего. Даже каких-нибудь, не знаю, остатков домов. Тем не менее, Минобороны России заявляют, что Тимковку, которая уже там, сколько получается, больше 30 лет не существует, они ее захватили каким-то образом. На самом деле, это не первый раз такое происходит. Мы уже за эти годы полномошенного вторжения встречали такие моменты, когда они захватывали, заявляли о захвате, там, такого-то населенного пункта. Оказывалось, что это какое-нибудь урочище. А урочище, напомню, что может быть что угодно. Это любой участок местности, который, там, местные жители согласились именовать таким-то образом. И это, там, допустим, урочище такое-то. И при этом там, на нем, в этом урочище может вообще ничего не быть. И вот подобные ситуации мы уже видели, в принципе, не раз. Когда Минобороны отчитывался захватить какого-нибудь ценного пункта, это оказалось урочищем, где вообще никто не живет даже. Но зато, как бы, сообщить об этом, о такой черной победе, всегда вот можно. То есть, при новом министре обороне Белаусове эта практика не поменялась и ради каких-то информационных побед готовы захватывать несуществующие вещи? Видимо, да. Я не знаю, почему именно это происходит. Некоторые считают, что это потому, что российская армия пользуется картами 60-х, 70-х, может быть, 80-х годов. Очень много ссылается на то, что особенно в первые месяцы полномасштабного вторжения, когда захватывали какую-нибудь российскую бронетехнику, были несколько инцидентов, когда в захваченной бронетехнике находили бумажные карты, распечатанные с районами Украины. И эти карты были, допустим, середины 80-х годов, где многие водохранилища отсутствовали, многие микрорайоны отдельных городов типа Харькова отсутствовали, потому что на тот момент они еще не были построены. Но все-таки это примерно, на наш взгляд, не очень корректно, потому что почему такие карты находили в бронемашинах российских, мы полагаем, потому что по уставу подобная карта должна быть в комплекте экипажа. Просто новую ее версию не выпускали, но хоть чтобы хоть какая-то была, осталась та же, которая с десятки лет уже лежит. При этом часто солдаты просто пользуются банальным Google Maps или Яндекс.Картами. То есть говорить о том, что якобы российские военные воюют исключительно по советским картам в 70-х годах и, допустим, не знают о существовании каких-то населенных пунктов или, наоборот, не знают о том, что некоторые населенные пункты уже больше не существуют. Так говорить будет некорректно, на мой взгляд. Но вот такие вот фейковые победы они порой и заявляют. По части вообще есть ситуации по линии фронта. Есть отдельный момент, который я хотел бы подсветить. Об этом сообщает Константин Машавец, известный украинский обозреватель. Он описывает ситуацию фактически на очереденском направлении. Давайте я вам сейчас его открою на карте. Вот он говорит следующее, что здесь ситуация для украинских сил довольно-таки сложная. Дальше цитирую его. Он пишет, что, насколько я понимаю, украинскому командованию пока не удается справиться с кризисом, который, очевидно, возник у него почти по всей полосе действия вражеской группировки войск-центр. А она действует как раз на этом направлении. Начиная от Новоалександровки, которая к северо-западу от Очеретина, и продолжая там с левыми пунктами Лозавадская, Сокол, Уманская, Яснобродовка и Нетайлова. То есть там последние несколько недель это, пожалуй, немногие территории, где хоть какое-то небольшое продвижение есть, хотя, на мой взгляд, оно довольно-таки незначительное. И вот Мошевец говорит, что, типа, здесь пока что у украинских сил есть кризис, как он это называет. То есть не дается пока что оккупировать ситуацию. Хотя, опять же повторюсь, каких-то быстрых продвижений там нет. Вот они вроде бы как захватили за время долгих боев Новоалександровку, очередное село. Опять же, крохотное село, за которое бились прямо долго-долго. Ну, я видел долго-долго относительно масштабов села. Все-таки, когда ты видишь вот такое село, как Новоалександровка, при заявленных масштабах армии, наверное, ожидаешь, что это буквально день-два. А тут, на самом деле, это недели длилось. И вот сейчас, после Новоалександровки, они пытаются двигаться в сторону Воздвиженки, чтобы дальше дойти до трассы, соединяющей Покровск и Константиновку. Опять же, не думаю, что это будет быстро. Но вот, как сказал Константин Машарец, считает, что там есть некоторый кризис украинских сил. Ну, кризис, возможно, в том, что не удается остановить пока российское наступление. Что, да, медленно, но продвигаются вперед, в отличие от той же Харьковской области, где удалось остановить полностью и даже пойти, насколько я понимаю, не знаю, согласишься или нет, в какие-то контрнаступательные действия на уже захваченной России позиции. Ну, в принципе, да. И плюс еще хотел бы отметить, что вчера я посмотрел, ну, вчера, точнее, был, как бы это правильно назвать, форум или панель форум Дикарнеги, где были Майкл Коффман, бывший Адара Масикот, бывший министр оборудования Украины Андрей Загороднюк, он был министром в 19-20-м годах, и Анна Шелест, по-моему, так ее зовут, из украинского центра какого-то там аналитического. Они обсуждали в целом этот год, насколько он сейчас какой-то поворотный момент, не поворотный, насколько сейчас критическая ситуация. Майкл отметил, что постепенно вот этот, как и писал Блумберг, окно возможностей для России постепенно сужается. Пока что еще вся опасность не миновала, но все идет как бы так на спад для России. То есть у нее меньше становится возможностей. То есть все еще есть преимущества у России и по личному составу, и по технике, и по боеприпасам, но постепенно тенденция идет к тому, что постепенно они выравниваются в две стороны. И, соответственно, если окончательно удастся наладить проблему с лишним составом и вооружениями Украины, то к следующему году ситуация уже может, в принципе, измениться. Вот, как так они описали ситуацию. Ну, там многие говорили про такие для нас, наверное, с вами банальные вещи, потому что мы это обсуждаем почти в каждой сводке, про разные там беспилотники, про проблемы радиоэлектронной борьбы, про комплексы противовоздушной обороны и так далее. В общем, если хотите, можете посмотреть, правда там только на английском. Дальше, как раз таки по противовоздушной обороне. В понедельник, точнее, там воскресенье-понедельник, такие сутки выдались, когда украинские силы применяли ракеты Атакамс по различным объектам в Крыму. Их называются как минимум три разных объекта, ну, то есть в разных частях Крыма. Все они связаны с комплексами противовоздушной обороны. По многим из них заявляют там либо повреждение, либо уничтожение машин комплекса типа С-300, С-400. Но почему я не называю сейчас прям конкретные пункты и не показываю конкретные фотографии? Потому что есть либо просто заявление о том, что там была поражена такая-то вот техника, либо есть спутниковые снимки, что там действительно техника стояла, но нету снимков впоследствии, где было бы прям четко видно уничтоженную технику. И есть буквально там один спутниковый снимок, где видно, что там техника раньше стояла, а потом просто выжженное поле. И непонятно, была она уничтожена, не была она уничтожена. Ну, скорее всего, почему-то попали, но масштаб пока что этих потер техники на текущий момент немного для меня не ясен. То есть я бы еще понемножечко попроверял, какие появятся еще спутниковые снимки по этим нескольким объектам, которые были поражены в воскресенье и понедельник ракетами Атакамс. Ну, в общем, проблема, она дальше проявляется для российских сил, поскольку есть дальнобойные Атакамсы, которые бьют на 300 километров, и поэтому весь Крым теперь небезопасен для России, российской техники. Еще как раз таки по теме ПВО, Зеленский поучаствовал в форуме по восстановлению Украины, если правильно помню точное название. Он приехал в Германию, где выступал в Бундестаге. Еще съездил в одну из военских частей, которая оперирует комплексами противовоздушной обороны «Патриот». Там он встретился и выступал вместе с Борисом Писториусом, министром обороны Германии. Они говорили о важности комплекса противовоздушной обороны для Украины. Там же объявили о том, что Германия передаст Украине 100 ракет для комплекса «Патриот». Это такая не очень хорошая тоже прибавка. О том, что уже есть договоренности с партнерами Украины о поставке еще двух-трех систем противовоздушной обороны. Ну и все это действие происходило на фоне стоящих машин комплекса «Патриот». Надеюсь, это не останется просто такой красивой картинкой. Может быть, мы в скором времени все-таки увидим, как какие-то из этих комплексов «Патриот» дополнительные приедут в Украину. Просто, опять же, возвращаясь к тому форуму панели «Форантикернеги», который я вначале затронул, там Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины, тоже отдельно отмечал, что проблема этих бесплодников, она, конечно же, сильно изменила характер войны, потому что тратить безумно дорогие ракеты, такие как ракеты комплекса «Патриот» на бесплодники, это абсолютно нелогично и неразумно, поэтому нужно работать на системе, которые были бы более дешевыми в этом контексте. Вот. Еще момент, как раз, тоже касающийся противовоздушной обороны. Миноборона вчера, России, вчера опубликовала такое видео, на котором она показывает аэродром Долгенцево в Днепропетровской области. Он уже прям несколько раз фигурировал в наших сводках, и вот опять он. И причем, по-моему, он уже фигурировал в том числе в контексте штурмовиков Су-25. Может быть, ошибаюсь, но почему-то мне так в памяти такое отложилось. И вот опять они показывают видео аэродрома Долгенцево. Опять видим штурмовик Су-25 украинский, по которому прилетает «Ланцет». Непонятно, он был это макетом или настоящим штурмовиком, а если настоящий, то был ли он боеспособный, боеготовый, или он был, допустим, небоепригодный, то есть невосстанавливаемый какой-то. Но, в принципе, по таким предварительным ощущениям, хотя, казалось бы, так неправильно судить просто по ощущениям, но, тем не менее, просто по опыту, скажем так, горит он больше похоже, как на настоящий железный Су-25. То есть, не как макет, скорее. Скорее так. Ну вот, просто еще одно свидетельство того, что комплексов противовоздушной обороны действительно сейчас не хватает. Есть, появились дополнительные данные по тому самому первому применению, как это заявлялось в Sky News, точнее, первому авиационному удару украинских сил по объекту на территории России. Стало известно, что это был все-таки командный пункт в Белгородской области, близ Шебекина, на базе отдыха Нижеголь. Есть прямо парочка фотографий оттуда, одну из которых опубликовала телеграм-канал Доси Шпиона. Они же пишут, что это был командный пункт 6-й общевойсковой армии, и что там пропали 8 офицеров. И еще телеграм-канал Пепел, это такой белгородский телеграм-канал, тоже опубликует вот такую фотографию, где мы видим последствия удара, такие вот разрушения. Есть и геолокация. Извини, пожалуйста, а когда мы говорим, 8 офицеров пропало без вести в случае удара, мы же можем говорить, что убили? Ну, то есть, как бы, а что, куда они могли пропасть? Ну, это наиболее вероятный исход, наиболее вероятный исход. Это же не в море корабль потерпел крушение, это же здание посреди, блин, Белгородской области. Если их как бы нет там, то что, какие варианты вообще? Окей. Да, ну, это примерно как с категорией пропавшей без вести на войне. То есть, тоже понятно, что подавляющее большинство из них, скорее всего, мертвы, просто не найдены тела, не найдены останки. Но вот пока у тебя нет прям тела или фактов того, как человек погиб, то ты говоришь, что это там пропало. Вот так это обычно происходит. В общем, по этой базе есть уже и геолокации, там и радиосуббота, как всегда отметилось, они геолоцировали, где это находится. Плюс они нашли в соцсетях, как я понимаю, ВКонтакте, фотографии 22-го года, декабря 22-го года, где мы видим как раз-таки российских военных на этой самой базе отдыха. Так что, в принципе, такие вот довольно-таки убедительные, косвенные подтверждения того, что это был военный объект, они, как видите, есть. Ну, и, конечно, в эти дни многие, в том числе там разные исследователи, иронизировали над фразой «первый удар, авиаудар западным оружием по объектам территории России», потому что сразу многие вспомнили 22-й год, когда была такая ситуация, был аэропорт Белгорода, который защищали установки СРПК «Панцирь-С-1», который отрабатывали по какому-то то ли украинской ракете, то ли по какому-то другому летящему объекту, и были прям такая видеозапись, где по только что сработавшему панцирю прилетает противорадиолокационная ракета «Харм», которая американская, которая была опущена, видимо, с воздушного пространства Украины. То есть технически получается, что авиаудары с западным оружием уже бывали аж в 22-м году. Ну, то есть технически, да, это получается вот так. Так что всегда есть такие вот спорные моменты, что было первым. Ну, как бы просто такой любопытный факт, скажем так. Есть еще, опять же, некоторые обновления по части строительства заграждений России, по части того, как они собираются защищать Крымский мост и Азовское море. В частности, вот буквально в прошлой сводке, по-моему, я рассказал про то, что, кто же это отметил, британская разведка это отметила, что с 10 мая начали российские силы снова ставить эти баржи, южнее Крымского моста. И вот один из исследователей, который действует в Твиттере под никнеймом Брэдди Ээфер, забыл, как его там полностью его зовут, он опубликовал несколько спутниковых снимков Сент-Эн-Эл, где мы идем вот 12 мая, там буквально одна баржа, потом 22 мая уже прям куча барж, и 1 июня их прям совсем много уже становится. То есть, да, вот такое прям плотное заграждение выставляют из баржи, южнее Крымского моста, и что как бы лично меня еще больше убеждает в том, что тот самый буксир Иван Смирнов, который буксировал баржу в Азовском море, в Таганрорском заливе, скорее всего буксировал ее в сторону Крымского моста, чтобы дальше ее сделать частью этого, по сути, военного заграждения, нужно для военных целей используется, и фактически это будет, ну, становится таким военным объектом. Вот, тоже такой важный момент. Ну, ждем, надеемся, может быть, и увидим действительно этим летом какие-то попытки атак на Крымский мост, потому что, в принципе, это тоже такой важный символ, как какой-нибудь Су-57, поврежденный или уничтоженный. Вот. Еще есть интересная статья от New York Times, немножечко неожиданная, она касается женщин-заключенных, которых вербуют на войну. Напомню, что история развивалась следующим образом, вообще с женщинами-заключенными. Все это началось еще, когда, по-моему, в 20... в августе 23-го года, когда Ольга Романова из проекта «Руссидящая» говорила, что идет процесс вербовки женщин-заключенных в колониях, и там около даже тысячи человек, ну, женщин, вроде бы как, завербовали. Вот. И потом еще был материал от важных историй и издания «Бумага», которые тоже подтверждали, что идет вербовка прямо в разных регионах России, в разных колониях, в том числе там Ленинградской области. Говорили, что вербуют на должности штурмовидчик, снайперш и санитарок. Но с тех пор как-то вообще ни одного толком подтверждения присутствия женщин вот в качестве таких вот должностей на линии фронта, ну, помимо санитарок, мы как-то не встречали. Есть отдельное исключение, которое касается добровольческих батальонов. Они вербовали женщин с воли. Не из колоний, а именно вот, ну, то есть те, которые на свободе находятся, то есть обычных женщин, гражданских. Такие примеры, кейсы действительно были. И да, мы их прямо видели. Но это прямо было, их там тоже совсем немного. И потом, когда появилось вот это вот новшество от Минобороны России, исчезли Шторм-Зет, ну, там понятно, что типа перестали в них вербовать. И появились Шторм-В. Напомню, что они отличаются тем, что в Шторм-В, в отличие от Шторм-Зет, никакого помилования нет. То есть тебя заключённого вербуют в этот отряд Шторм-В, ты получаешь условное освобождение, не путайте с условным освобождением, это абсолютно разные вещи, служишь там полгода на войне, после этого обязан подписать контракт, становишься обычным контрактником, который до конца войны там остаётся. И при этом никакого помилования тебе никто не обещает. И вот Романова также говорила, что, когда там, в мае этого года она как раз говорила, что когда вот произошли такие изменения в том, что обещается заключённым, проект по сути свернули, то есть перестали вербовать женщин-заключённых. И для нас это было таким дополнительным подражением, дополнительным объяснением, почему мы так и не увидели тех самых женщин-штурмовичек, скажем так. Хотя, казалось бы, об этом в течение нескольких месяцев писали прям много. И вот внезапно сейчас появляется статья от New York Times, где они пишут, что первая группа женщин-заключённых отправилась уже прям на войну из колонии под Санкт-Петербургом. Пока что непонятно в какой роли, то есть там в статье это не пишется. И пишется, что там это не такое большое количество людей, то есть из 400 человек только 40 изъявили желание отправиться на войну. Так что, ну и при этом источники у них – это те, кто отбывал наказание в этих колониях и всё ещё общается с теми, кто всё ещё там сидит. То есть только получается как бы сарафанное радио. И как-то, ну, мне всегда большое сомнение к таким источникам. Вот наваденько, скажем честно, да. Да, все эти заключённые, они, как правило, те ещё сказочники, поэтому я бы так прям, ну, если у вас только эти два источника, то я бы на их месте не писал эту статью в «Нью-Йорк Таймс». Но я и вообще в целом, я её сейчас добавил в сводку только потому, что это же «Нью-Йорк Таймс», а раз это западные издания, то наверняка сегодня будет куча новостей в русскоязычных телеграм-каналах, что вот «Нью-Йорк Таймс» пишет, что женщин-заключённых... А вчера, вчера ещё было, наверное. А, ну вот, тем более, да. Да, я тоже очень удивился, потому что я прям помню эту эпопею, которая в итоге закончилась ничем, и все как бы сказали, что ничего не получилось, как бы, и разошлись. А тут бас, и уже отправили. Хрен его знает. Посмотрим, конечно, что будет на фронте, но как-то ничего не предвещало. Ну да, это довольно-таки странно, прямо скажем. С другой стороны, мы тоже с тобой должны признать, что проблема с личным составом никуда не делась. Мужиков выгребли сильно. Вот как раз исследование, в котором ты поучаствовал, точнее, ваша команда поучаствовала, медиазоновская, по тому, сколько понабрали из разных колоний людей, ну вот в контексте «Бахмута», которое вышло вчера. Может быть, настолько кончились, что они такие, давайте всё-таки ещё раз попробуем, не знаю, женщин позавербовывать, хрен его знает. Ну, посмотрим, увидим ли мы их. Потому что если мы, ну, если их действительно начали вербовать, то мы довольно скоро, наверное, увидим их, зная, как относятся с пиететом и с осторожностью к жизням заключённых в российской армии, мы должны довольно скоро увидеть какие-то и захваты в плен, и, значит, смерти и всё такое. Да, единственный момент только поправлю, мы в том материале «Медиазоны» и «Би-Би-Си» не участвовали, буквально пару комментариев дали, и просто ещё я высылал «Медиазоне» нашу копию, скажем так, внутренней документации группировки «Вагнера», которой у них не было, чтобы они там свою базу тоже добили по жетону. Пару комментариев и документов, я считаю, участие. Ну, окей, они работы проделали гораздо больше, я просто к этому говорю. Ну, это ших-материал, конечно. Так бы был ваш материал, в котором поучаствовала «Медиазона», а так материал «Медиазона» и «Би-Би-Си», в котором поучаствовали вы. И вот как раз, раз мы завели речь про этих самых вагнеровцев, опять же, хотел бы подсветить ряд новостей, связанных с ними, то, как всё сильнее и сильнее становится проблема с теми, кто возвращается с войны, с этими синдромами ПТСР и прочее. Вот, например, одна история. Человека звали, зовут Кирилл Смирнов, бывший вагнеровец, вернулся домой в Оренбург в апреле 1923 года, после того, как поучаствовал в войне против Украины. И утром 8 мая 1923 года, то есть прямо перед праздниками, позвонил соседу, который занимается ремонтом сантехники, попросил к нему зайти домой из-за какой-то дьяволой протечки. А когда сосед пришёл к нему домой, тот начал его избивать, пытался каким-то образом уколоть там вилкой, потом ещё он ударил ножом в шею и ушёл. А раненый смог добраться до своего дома, откуда его там потом госпитализировали. Но на этом этот вагнер не угомонился, видимо, на почте, не знаю, какой-то белой горячки, плюс ещё ПТСР и прочего. Потом пошёл в дом пострадавшего соседа, украл там телефон, потом отправился в дом родителей другого своего друга детства. Девушке, которой он ранее оказывал знаки внимания и собирался забрать себе. И в этом доме другого его друга детства оказалась лишь мать этого друга. Её он сначала избил, потом ударил ноги несколько раз ножом, а потом ещё и перерезал горло. В итоге он её просто убил. Ну и потом, под конец уже, скрываясь от полицейских, выпрыгнул с чёртового этажа окна, получив проломы ног и поясницы. В итоге суд, как всегда, принял как смягчающие моменты тот факт, что он участвовал в войне, что у него есть медали за отвагу, и что он якобы ранее не судим. Поэтому ему сначала дали 18 лет колонии строгого режима, а в апелляции ему срок чуть-чуть скостили, на два месяца меньше дали, то есть чуть меньше 18 лет. Хотя при этом известно, что первый раз он завербовался как раз-таки тоже склонен. То есть хоть суд и говорит, что он ранее не судим, но есть данные о том, что на самом деле он в 15-м году был судим тоже за убийство. Вот. Такая вот история с этим Гириллом Смирновым. Есть похожая история с другим мобилизованным, он, правда, не вагнеровец. Мы не знаем, по какой причине, но он 4 месяца назад вернулся домой, возможно, по ранению, потому что я не вижу других причин, как может человек вернуться домой с войны, мобилизованный. И он к тому моменту уже развивался со своей женой, у них там уже прошел до этого суд о том, кому остаются дети, кто обеспечивает надзор над ними. В итоге, когда он вернулся домой, он встретился со своей бывшей женой в машине, у них там началась какая-то ссора, и он просто ее начал избивать и бил до тех пор, пока просто она перестала подавать признаки жизни. В итоге ему против него возбудили уголовку по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности повлекшая смерть потерпевшего». То есть почти что убийство, скажем так. Тоже человек, который не имеет зеркаливших эмоций, который вернулся с войны, вот вам и последствия. На самом деле, если вы почитаете нашу последнюю сводку по мобилизации, то это даже не единственная история, это не все истории, такие вот прям кровавые, связанные с тем, что люди на войне просто сходят с ума, у них там крыша окончательно едет, возвращаясь домой, они там начинают там просто всех убивать. И там такие сюжеты просто вырисовываются, что можно там целые какие-нибудь голливудские драмы по этому поводу снимать. Это просто жесть какая-то. Последние сутки у нас по мобилизации получилась такая в этом плане особо кровавой. И эта проблема будет только нарастать, потому что все больше и больше людей проходит через войну. Есть не только вагнердцы, есть вот такие вот мобилизованные. Вот и сейчас еще и будут, как видите, женщины-заключенные тоже. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, что сегодня проходит марафон в поддержку политзаключенных. Как я понимаю, как и в прошлый раз, будет участвовать куча-куча разных площадок, и он будет идти там весь день. По моему времени он начинается в 2 часа ночи. Получается, он прямо сейчас, по идее, начался уже как раз. Так что призываю всех вас смотреть и принимать в этом участие. Скажи, пожалуйста, несколько вопросов задам в конце. Во-первых, хотелось бы чуть больше понять про Харьковскую область именно, потому что Институт изучения войны, другие источники пишут, что там в Волчанске репки писал, что Украина отвоевывает какие-то улицы назад, и в Липцах, что там отогнали российские войска и дошли они до Глубокого. Как ты видишь, что там сейчас происходит, и видишь ли ты перспективы того, чтобы вообще вытеснить Россию за пределы Харьковской области? И в чем, на твой взгляд, на данный момент план России вот там, в Харьковской области? Может ли он еще быть как-то реализован? Или уже можно эту страницу, что называется, переворачивать и фиксировать, что у России никакая из заявленных целей там не получится и не выйдет никаким образом? Ну, я бы осторожно предположил, что как бы на этом все. То есть, да, они могут еще постепенно так долго-долго пытаться выдавлять, но темп будет еще больше-больше-больше-больше падать, потому что, как я отметил в самом начале сводки, я это отмечал и Майкл Коффман, и многие другие эксперты, что постепенно тенденция меняется на обратную. Она очень медленно, но меняется на обратную. То есть, постепенно угасает преимущество России в плане всего. То есть, она пока что все еще превосходит в этом плане Украину, но все меньше и меньше постепенно начнет выравниваться, а к следующему году качнется уже в обратную сторону эти качели. То есть, постепенно будет преимущество, если, как мы предполагаем, у Украины. Вот, поэтому, на мой взгляд, да, это максимум, чего они в ближайшее время могут достичь. То есть, опять же, как я повторюсь, на какие-то там, не знаю, сотни метров еще как-то могут что-то там продвинуться, возможно, вероятно. Какие-то еще там паручку деревень, поселков там условно захватить, да, такое тоже возможно. Какие-то там липцы, например, могут там условно захватить спустя там пять недель, грубо говоря. Но, если говорить в общем масштабе, то, по сути, остается ведь то же самое. То есть, то, что там заходит еще пара поселков, это никак не меняет ситуацию. От этого не появляются там буферные зоны, от этого не появляются какие-то новые угрозы для Харькова. Ничего от этого не меняется. Вот, поэтому по общему модулю я бы сказал, что типа да, это в принципе все, чего они могут достичь. Тем плюс, как видите, и Путин сказал, что нет, мы не будем проводить второй волны мобилизации, а раз так, то получается резкого притока какого-то там нового большого количества сил уже не будет. Соответственно, вам нечем так резко усилить эту саму там атаку, допустим, на Харьковскую область. Поэтому, да, я бы сказал, что типа пока это максимум, что они смогут. Потом постепенно Украина что-то эти территории отвоевывать. Пока они будут сейчас готовиться на их новые подразделения, опять же, это не быстро происходит. То есть, они сейчас усилили свою мобилизацию, ужесточили ее, набирают новых людей. Это не значит, что они окажутся на фронте и начнут принимать участие боевых действий буквально через неделю-две. По крайней мере, мы надеемся, что так не произойдет. Да, по крайней мере, мы надеемся, да. Россия-то так делала, и это очень, так сказать, потеряемкая тактика. Да, там нужно в идеале хотя бы там парочка-тройка месяцев, чтобы этих новых людей обучить. И уже потом они окажутся на линии фронта и помогут постепенно к тому, чтобы тенденцию эту ломать в обратную сторону, чтобы, наоборот, постепенно уже начинала Украина отвоевывать эти территории. Поэтому я вижу эту тенденцию примерно вот таким вот образом. Ну, про захват липцев не уверен, потому что, как ты упомянул, наоборот, там сейчас Украина как раз отвоевывает, уже до глубокого тенденала. Скажи, пожалуйста, в этом контексте, вот ты несколько раз упомянул, и не только в этой сводке, то, как ситуация может поменяться. И так, то, как к 2025 году уже Украина будет, что называется, гнать Россию. Что для этого не хватает, и как это вообще будет выглядеть? Потому что сейчас это представить сложно. Ну, то есть, смотри, базово изменится ли соотношение по артиллерийским снарядам? Серьезно. Ну, пока непонятно, каким образом. Россия все равно производит больше, чем Украина, и поставки из Северной Кореи и так далее. Авиация. Ну, то есть, Украине, мы надеемся, все-таки передадут какое-то количество F-16, и вообще, я надеюсь, что вся эта история с обучением пилотов, это, не знаю, какая-нибудь большая дезинформационная атака на Россию, да? Потому что выглядит это все чудовищно, когда они говорят, что вот мы там только 12 подготовили, и еще хрен знает, когда они будут. Но в любом случае, у России авиации все равно больше. По технике. У России есть проблемы с техникой, но ее все равно больше в резервах, чем у Украины. Авиабомбы – та же история. Ну, то есть, вот каким образом ты видишь это изменение, каким образом оно может произойти, даже если мы говорим о начале 2025 года? То есть, пока не видно, чтобы мощности украинские и западные, они могли бы технологически сравняться с российскими в столь, ну, относительно короткий уже период, даже что, полгода осталось. Ну, здесь есть несколько нюансов. Во-первых, по части, давайте начнем с боеприпасов, артиллерийских. То есть, потенциально, как мы предполагаем, исходя из того, что запланировано в Америке, Европе по поставке боеприпасов по расширению своего производства, потому на какой объем производства они собираются выйти к концу этого года, к началу следующего года, получается, что, наверное, плюс-минус сравняются по количеству, по штукам, грубо говоря, с Россией, вот там, типа, условно весной и следующего года, как я это вижу. При этом важный момент, опять же, здесь не совсем будет правильно просто по штукам сравнивать. Все-таки у России, помимо этого, есть и проблема со стволами, ну, тем самым артиллерийскими орудиями. Все-таки нельзя из них стрелять бесконечно. Если вы сделали там тысячи выстрелов, постепенно вы придете к ситуации, что орудие стреляет все менее-менее точно, потому что оно изнашивается, нужно менять ствол. А делать ствол для артиллерийского орудия – это вещь такая супернепростая, плюс еще и делается довольно-таки долго. И у России в этом плане запасов не особо много. Если вы почитаете исследования тех исследователей, извините, такую автологию, по поводу этих самых баз резервов российских, они отдельные пункты уделяли всяким там самоходкам и гаубицам, которые находились на резервах, но у них сняли стволы. То есть, как видите, и в этом плане российская оборонка и в этом плане тоже не успевает. Она не только не успевает производить там танки, БМП, БТР, но она и не успевает производить стволы для того, чтобы можно было обновлять, как бы ремонтировать ваши гаубицы, ваши самоходки, которые находятся на линии фронта. А их нужно регулярно, постоянно менять эти стволы, потому что они изнашиваются. Это примерно как буквально во время прошлой сводки я запустил в Твиттер кадр из одного видео российского, где мы видим Урал с лысым колесом. Типа колеса тоже нужно периодически менять, они изнашиваются. О чем, кстати, предупреждал покойный самоубившийся муж. Да, если вы его не будете менять бесконечно, то он просто в какой-то момент просто порвется. Точно так же и со стволами, а если вы не будете его менять вообще никогда, в какой-то момент его просто там, не знаю, разорвет, грубо говоря. То есть он абсолютно бесполезен. Поэтому вам нужно постоянно менять. И оборонка российская не успевает, и она уже, ну, значительную часть своих запасов, в том числе вот по таким вот стволам, которые они могли бы забрать с резервов, она уже проела. И это будет все больше и больше проявляться к следующему году. Поэтому будет такая, потенциально в будущем однажды будет такая ситуация, что когда вроде бы боеприпасов достаточно там много, где-то там нашли или произвели, а орудий как-то не хватает, а те, которые есть, они стреляют уже не точно, потому что стволы кончаются, а вы не успеваете их производить. В то время как у Украины есть союзники, у которых запасов, по идее, этих много. Опять же, вспоминая про гаубицы М-198, в Америке тоже их там гигантское количество, плюс оборонка европейская, американская, она гораздо больше, то есть она может произвести эти стволы. То есть в этом плане позиции Украины по боеприпасам будут становиться все лучше и лучше. И вообще по артиллерийским орудиям в комплексе. Вот. Дальше. По части личного состава, как видите, вроде бы как в этом плане все вроде бы как улучшается у Украины, призывают новых людей, готовят. При этом у России темпы, как мы видим, вербовки людей наоборот постепенно падают. Мы это отмечали много раз в своих сводках. По части авиабомб. Кстати, я не помню, кто это написал. По-моему, это написал Алексей Воевода. Буквально, когда я готовился к сводке, просто заметил этот пост, он писал, что постепенно эффективность авиабомб УМПК падает. Из-за рэбов он написал, да. Только я не доказал. Да, да, да. Потому что комплексы рэб, они повсеместные. И это влияет, конечно же, и на УМПК тоже. И поэтому постепенно их количество будет снижаться, этих УМПК, как он сам же и отметил. Так что при этом, как видите, Украину снабжают в том числе тоже всякими такими крылатыми планирующими авиабомбами. Типа Эзм Хэмер, этих французских, типа Джей Дамо американских, и каких-нибудь... И даже написали, что они свои какие-то восстановили проекты, типа начали восстанавливать что-то похожее на УМПК. Да, вот так что вот как-то так, что... По личному составу, знаешь, что еще интересно? На это обратил внимание милов мое, потому что я с этой стороны не смотрел. Потому что мы всегда на мобилизацию уже с тобой смотрим как на необходимость по фронту. Он вот со своей экономической колокольни обратил внимание на следующее, в том числе на высказывание на Питерском международном экономическом форуме, где было сказано, что в российском ВПК не хватает 160 тысяч человек. И более того, что в ближайшие несколько лет это количество увеличится чуть ли не вдвое. То есть, грубо говоря, даже если захотеть провести мобилизацию, ну, новую волну мобилизации, то, опять же, этих людей из воздуха ты не возьмешь. И ты их будешь брать оттуда же. То есть, ты будешь бить по тому же ВПК и по всему остальному. Поэтому милов настаивает, что чисто экономически провести мобилизацию невозможно. Потому что и так большой дефицит кадров, если ее провести, то он станет критическим, в том числе для всех сфер. Не знаю, насколько это может остановить Путина. Мы уже не раз отмечали, что, к сожалению, для прогнозирования отсутствие логики в тех или иных действиях не является ограничивающим фактором для того, чтобы их осуществить. Но вот тоже интересная история, которая, мне кажется, важно учитывать для анализа потенциального, знаешь, как это говорят, мобилизационный ресурс, говорят. Вот у России же 140 миллионов человек, а у Украины, значит, там базово было 40. Поэтому мобилизационный ресурс, типа, у России сильно больше. Но тут под большим, что называется, вопросом. Спасибо тебе большое. Я думаю, стало понятнее. Будем смотреть, как это все будет развиваться. Ну и до встречи в пятницу. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok